Здравствуйте! Новостные сводки продолжают поступать из Еревана, причем каждая последующая новость отмевает предыдущую так, что остается только выбирать, какая из плохих вестей лучше. В общем, как все в романе того же Толстого, всеми нами любимого Анна Каренина. Помните, наверное, цитату? «Все смешалось в доме Облонских, жена не выходила из своих комнат, муж третий день, дома не ночуют, дети бегают по дому, как потерянные, англичанка поссорилась с экономкой, повар ушел со вчерашнего дня, нету, черная кухарка, значит, попросила расчет». Вот почти то же самое в Армении, только вместо толстовских этих персонажей здесь выступают армянские политики и те, кто под этот самый шумок пытается влезть в кулуары армянской политики. Причем даже неважно из какой страны они пытаются влезть в эти самые кулуары. Что ж, давайте попытаемся, что ли, пролить свет на происходящее. И в эфире нашего сегодняшнего выпуска довольно-таки известный человек, командир 1-го диверсионно-разведывательного отряда Вова Вартанов. Добрый вечер, господин Вартанов. Добрый вечер. Учитывая, что наша аудитория русскоязычная, соответственно, и смотрит нас в основном диаспора, да, и поэтому давайте начнем, наверное, сразу с актуального, с того, что больше интересует диаспору, что на данный момент происходит в Армении, ее интересует, не я, имею в виду, конечно же, на рубежах Армении. Ну, насчет политики я не хотел бы ничего говорить. Все очень некрасиво и неприятно, к сожалению. Ну, и на границе не лучше. Ну, тут, скорее всего, из разряда геополитики будет, потому что нас касается не то, что там именно в правительстве идут какие-то споры или вокруг, да, здания. Нас интересует исключительно то, что на границе и вот последние дни, вот то, что мы видели. Я не буду повторяться, но вы сами знаете, что я имею в виду. Еще 16 ноября, когда ясно стало, что, значит, придется возвращаться к советским административным границам, значит, в батальоне, который был под моим командованием, было очень много интеллигентных людей, которые добровольцами записались в наш батальон. Значит, и в том числе несколько альпинистов. И они предложили, я их попросил даже не один кусочек, а всю границу обрисовать, высоты, которые, ну, нужно занять, так сказать, да. Еще 16 ноября мы еще находились на территории Арцахской республики. Значит, я выслал, значит, некоторым большим начальникам военным название высоты, метражи и так по очереди, что их нужно очень быстро занять, не просто занять, а оборудовать. К сожалению, вот, как бы, ну, не разбита армия, но деморализованная армия, которая имела определенные потери и никаких приобретений, ей было не до этого. Потом выпал снег, а снег держался долго. На этих высотах, в основном, он продержался до начала мая. Ну, может быть, до середины апреля кое-где. Наши соседи, Божьба Руфхеров, оказались расторопнее. И даже на тех высотах, где наши быстро воспользовались с ходом снега и поднялись, но они не оборудовали позиции. И они, не применяя оружие, значит, просто численное превосходство имея, задавили количество нашей посты. Они в лоб не шли на посты, чтобы пост, как бы, из страха не расстрелял их. Обошли их. И вышли в тыл некоторым нашим постам, которые на высотах находились. И очень скоро на нашей территории, примерно в трех местах, оказался противник численностью до двух батальонов. Они в основном продвинулись на двух направлениях. Об одном направлении очень много было разговоров. Это, значит, между горами Большой и Малый Ишханасаш. Это трехтысячники, 3500 и 3049 метров. И, значит, вышли к Черному озеру с обратной стороны. То есть, с той стороны у них, как бы, по советским административным делениям уже был берег, да, они вышли, как бы, на этот... Да, там небольшой участок, акватория. Как только мы узнали об этом, мы, говоря, я имею в виду организацию в Ухшманару Арвест, в Ума, мы, значит, послали двух наблюдателей в Ишханасаш в этот участок, к Черному озеру, и одного наблюдателя, значит, в другое направление, в артынистское направление. В артынистском направлении, как бы, турки продвинулись, ну, турки, я имею в виду, прикраспейцы, значит, они продвинулись, но, как бы, встретили войска, которые не были побиты, не были разбиты. Это были войска, которые харвачали очень нормально, даже им так поддали. Эти войска особо так, в рения отступать или еще что-то не имели. Поэтому наше, значит, внимание больше было уделено вот тому участку, который напротив Сесяна и Горюс. Там мы, значит, двух наблюдателей, значит, усилили, послали туда артиллерийских разведчиков, которые быстро наладили связь, значит, с действующими войсками, с артиллерией. Потом пришлось послать туда снайперов и автоматчиков, которые численностью до, значит, усиленного отделения, чтобы охраняли наших артиллерийских разведчиков. Ну, это примерно второй день мы их послали, а в третий день утром они уже были там. Значит, турки, естественно, будучи... Ну, там они встретили войска, которые отошли из района Кубатлу, Леса-Насара по-нашему, из района Кавсакана, то есть Сан-Гелан, из района Джеракана, Джевраила. То есть войска так более или менее деморализованы. Я бы не сказал, что так очень панические настроения, но, во всяком случае, не сравнить с тем, что в Артынинском районе турки встретили. И очень легко, значит, они продвигались вперед. Глубились примерно на три километра. Потом как бы договорились, там где-то в районе Горийского Тега или что-то около того. Значит, они договорились при посредничестве генерала Мурадова, что они как бы отойдут и в то же время не отойдут. Они отошли метров, наверное, на 600-700, ну, может, на километр кое-где. И за ними остались как бы те холмы, на которых они стояли. Вот даже маленькая группировка в этом участке, значит, наша группировка, там 12 человек насчитывала, которая заявила, значит, туркам, что мы не в том возрасте, чтобы с вами боксировать, так что подойдете, расстреляем. Они просто не подошли. И вот холм, на котором наши заслоцировались, он остался за нами. Если бы, притом, это как бы продолжение того холма, на котором турки закрепились. И они пытались продвинуться в эту сторону. То есть, если бы стояли ребята, они бы дальше не пошли, возможно, вообще бы не прошли. Посты не расстреляли входящую на территорию Армении группировку противника. Частично, наверное, из страха, частично из-за того, что не было приказа. Вообще, очень непорядочная ситуация, потому что, когда воины выходят на пост, они получают приказ к охране и к обороне приступить. Вот они охраняли, а оборону как бы не рискнули сами без добро. С того, чтобы не получить добро. Вот это достаточно некрасивая ситуация появилась только потому, что в Армении выращено такое бесхребетное отношение воинских начальников к своим обязанностям. Есть приказ, пожалуйста, стреляем, воюем героически. А нет приказа, то можно и тропануть, можно и отойти, можно и пропустить. Очень некрасиво. Откуда они взялись? Ведь в 90-х таких не было офицеров. Это все, значит, как сказать, это очень долгий процесс был. Окрыленные прежней победой? Смотрите, еще в 90-х годах очень много случаев было, когда беспричинно наши стреляли на постах стоящие по-разному. поводом. Где там со страху, где по пьяни, где еще что-то такое некрасивое. Но это держало противника на дистанции. А потом как бы навели порядок, и турок потихонечку начал приближаться. То есть, даже такое негативное явление, как беспорядочная стрельба в сторону противника, его держало на дистанции. Потихонечку он так, когда нормализовались наши посты в этом плане, они начали приближаться, а мы нет. Это привело к тому, что любой выстрел мог быть наказан в сторону противника. Очень много чего происходило, что ломало как бы инициативу воинских маленьких начальников, средних, больших. Например, было решение, значит, был приказ, такой неписанный приказ министра обороны Савиана Уганяна, что искоренить преступность, там всякие уголовные проявления, и любое убийство, значит, должно заканчиваться уголовным делом. Это приводило к тому, что особенно военной полиции там очень мало грамотных кадров, да, было, дознатель, там еще что-то. Уголовные дела сшивались, протягивались за уши, и приводило к тому, что ломалась инициатива и ломалась, и потихонечку армянский офицер превращался в бюрократа, который хорошо, если что сделает, получит там медальку начальник сверху, плохое что-то сделает, его по шее так огреют, чем сладко не покажется, и потихонечку они так превращались в малопонятных таких офицеров. Даже он же сам, Саиран Уганян, был вынужден, он когда может понял, уже были проявления. В 15-м году он подписал еще один приказ, что любой младший начальник, младший военно-начальствующий на этой территории, там командир поста или там командир опорного пункта, это взвод или ротный опорный пункт, имеет право значит превентивно, даже не в случае явного нападения, а превентивно открыть огонь по противнику, не дожидаясь приказа сверху. Но такие значит приказы на пару с наказанием за недоказанность обоснованности выстрела приводило к тому, что все равно не стреляли. Я несколько раз рассказывал значит различные значит масс-медиа об одном случае, который произошел со мной в шестнадцатом году значит мы в апреле решили не выходить сразу же как многие отряды бросили сразу на передовую, а значит собрать добровольцев их хотя бы неделю или десять дней прогнать через наши методики, а потом только выезжать на передовую. где-то десятого или пятнадцатого апреля я так уже и не помню я с заместителями поехал договариваться с командованием Арцарской армии обороны куда нам выходить, где будет место дислокации, как будем получать вооружение, на какой штат будем становиться, все такое. И по дороге в Кхарвачаре встретили военнослужащего контрактника, который без оружия значит голосовал в сторону Мардакерта. Мы его взяли естественно и разговаривали. Идут боевые действия. Четырехдневная война так называемая, она не четыре дня, четыре дня азеры атаковали или пятидневная война. Они столько дней атаковали. Но военные действия они длились месяц минимум, а там с перерывами перестрелки и довольно массированные такие арт-налеты и так далее все делалось еще до конца мая. И вот в середине апреля этот военнослужащий значит сел в машину говорим куда едешь? Да, говорит на день приезжал я в том подразделении которое на Мардакерском районе значит в этом районе действует воюем и так далее говорим в отпуск да, наверное что-то хорошее или что-то плохое нет говорит какой отпуск меня прокуратура на допрос вызывала а говорю а в чем дело? То есть человека из боевых действий выдернули чтобы допросить да говорит 29 или 30 марта я видел что какая-то тень на нейтралке передвигалась и выстрелил чтобы там не знаю шакал был или саперы разминировали говорит не видно аппаратуры нет ночной и выстрелил в эту сторону несколько коротких очередей и вот меня вызвали отчитываться за этот выстрел его выдернули из боя и он отчитывался за выстрелы которые возможно позволили на этом направлении чтобы успех у противника не был гарантирован понимаете вот такое офицерство у нас получилось вот из-за таких приказов из-за вот этого псевдомиролюбия а возможно скрытой трусости военно-политического руководства потопные вещи да часто раньше тоже слышал у меня два двоюродных брата они служат и служили контрактниками в мартунинском направлении и сейчас тоже и еще лет пять назад я помню как-то с ними был в том же окопе вечером и они мне говорили насколько они берегут каждый патрон то есть им не разрешается стрелять в ту сторону в случае даже чего и все это привело к тому что произошло сейчас в сюникском направлении дальше как бы лучше были потасовки где-то нам поддали где-то мы поддали были такие интересные случаи вот то месте где получилась вот так неплохая картинка у турок когда они семь солдат срочников гоняют по полю возможно вы тоже видели эти кадры значит человек пятьдесят турок и человек семь наших в этом же направлении они встречаются значит останавливают Урал стреляют перед Уралом выйти и выходит офицер положить оружие на пол а там ребята в машине сидят которые во время боевых действий почти все были награждены значит орденами боевой крест и за храбрость и офицер выходит в чем дело перестаньте стрелять положить оружие в общем руки поднять он ложит оружие на пол и кричит к бою и выскакивают ребята значит передергивают и турки тут же лапки кверху понимаете где уже сопротивление то есть они как хулиганы себя ведут если сопротивление вот уличный хулиган как братан ты подойди сюда пожалуйста ну и что что спешишь ну подойди если подойдешь тебя и за пивом пошлет и ногой под зад двинут а если огрызнешься ладно ладно спешишь так спешишь в чем дело вот примерно такие взаимоотношения сейчас а вот скажите многие вот удивлялись на днях да ну известно что наши пленные находятся до сих пор в Азербайджане и многие наши соотечественники задавались таким вопросом да а почему бы не пленить азербайджанских солдат которые на данный момент находятся сейчас на территории Армении хотя бы нескольких да как бы это было бы наверное правильно по правовому если они на территории другого государства и потом можно было с перспективой допустим обменять на наших пленных армянских которые в Азербайджане находятся это вот то самое о чем вы сейчас рассказывали то есть вот это вот никчемная дипломатия или в чем вопрос почему ни одного не пленили думаю это объясняется очень просто нет такого решения взять их в плен нет решения расстрелять нет решения взять в плен вот нет нет воли а почему этой воли нет надо искать наверное политические какие-то подоплеки из области геополитики а возможно просто обыкновенный страх или трусость как хотите называть я не пойму офицеру должен кто-то дать приказ чтобы он пленил солдата который находится на территории другого государства то есть пограничнику должен дать приказ а я о чем солдат офицер или там выше офицер он должен выполнять свои обязанности в круг которых входит охрана и оборона вот он не выполняет свои обязанности пока сверху приказ не вводит оттуда ну один пример это безинициативность или такая трусость да страх от своих так сказать один пример значит меня попросил один марспет приехать он встретился с сельскими начальниками и значит они попросили чтобы я им объяснил сущность нашей организации чем это может помочь ополчению есть же закон об ополчении и так далее у них уже начальники назначены вот начальники назначены ополчения нет здорово зарплату уже можно получать я объясняю и так далее вот нужно обучать не просто зарегистрировать это неправильно как и неправильно давать возможность покупать оружие любому гражданину я против того чтобы каждый человек покупал оружие это нельзя делать человек должен покупать который прошел обыкновенную подготовку знает правила обращения с оружием и так далее ну и психически должен был тоже здоров ну естественно психически наркомания это все понятно это действует но если ты здоров ты имеешь право покупать оружие почему-то машина которая может сбить двух пешеходов машину сдаешь экзамен оружие что можешь расстрелять как бреевик там почти сотню человек не обязательно экзамен вот такой значит разговор идет у нас там и объясняю я им что нужно подготовить я инструкторов ваших принимаю в Ереване я их значит кармливаю тренирую если нет родственников в Ереване значит с ночлегом все нормально да 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 все нормально один сельский начальник у которого пол там несколько сел объединенных одно из сел непосредственно на границе да он говорит а что Ереван скажет я говорю Ереван уже сказал он принял закон об ополчении в Ереване пару десяток лет существует закон о военно-патриотических обществах есть значит закон о покупке оружия то есть все эти законы это уже слово Еревана тебе просто нужно выполнять свои обязанности или воспользоваться своими правами не говорит у нас министр этот как его ну эти по муниципальным образованиям что-то вот такой министр есть а вдруг он там что-то как-то я так в шоке оказывается это не только в армии что верхний начальник должен что-то сказать а даже выборный сельский староста которого он никому не подотчетен он никому не подчиняется он подчиняется только закону и своим выборщикам сельчанам и все равно что скажет Ереван что скажет верхнее начальство а о военных что говорить у него и зарплата зависит от начальника у него и в отпуск или в увольнение все это от начальника зависит он голодный останется или останется без спального мешка это тоже от начальника то есть зависимость полная так что приказы ждут не только потому что трусоваты но и потому что так заведено в армянской армии вот вы сказали по поводу того что необходимо вот как и на автомобиль сдавать на права чтобы иметь оружие да но как-то в одном из интервью своем вы также сказали что армянскому народу нужно милитаризироваться что вы тогда имели ввиду я имею ввиду три обязательных условия первое значит все должны иметь возможность значит купить оружие это раз но для того чтобы купить оружие они должны быть подготовлены подготовившись должны иметь право покупать складкоствольное оружие если они в придачу к этому еще войдут в какое-то подразделение ополчение активного резерва или что-то в этом вроде то имеют право покупать и нарезное оружие и при том это должно быть и правом и обязанностью милитаризация должна быть полная то есть подготовленность значит вооруженность и организованность вот вот эти три фактора приведут к тому что к нам никто не полезет и чем лучше мы все это будем делать лучше и лучше тем меньше будут к нам лезть и лезть потому что любое как бы милитаризованное общество оно не то что непобедимое просто оно как ядерная бомба вот оружие возмездия Адольфа Гитлера да себе дороже может обойтись победить ну как легионеры которые пиру все время проигрывали проигрывали а на самом деле государство и пир кончилось понимаете нужно милитаризоваться не для того чтобы уничтожить врага а чтобы тебя не уничтожили туда входит и естественно что если это Армения то это страна всех армян всех я имею ввиду не только диаспору но и женщин тоже почему-то мы 50 процентов нашего населения сразу же отсекаем значит от военного дела почему что она пальчиком не может двинуть да или у нее глазки какие-то особенные видеть не может в общем полная милитаризация это понятно это народ армия и страна крепости скажите вот для ясности картины да чем может грозить Армении документ который готовится подписать Пашинян я не знаю что он собирается подписать так идут разговоры о тех селах освобождение которых я лично принимал участие часть значит этих сел планировал свое время значит Хельмлу это напротив села Кирянс я планировал значит освобождение и был значит руководителем левого крыла когда освобождали это село Юхаре Аксипара я планировал в это время находился в тылу чтобы отвлечь на себя и наши смогли Юхару взять значит Бархударлу участвовал вот так получилось случайно при том Сослу тоже случайно участвовал ну скорее всего разговор идет об этих селах да именно идет но будет как понимаете есть такой персонаж исторический Черномордин помните конечно вот он слово очень красивое сказал не знаю он сам придумал или где-то прочитал значит хотели как лучше а получилось как всегда вот я боюсь что у нас вот что-то такое произойдет когда полная черномординизация в этом вопросе да я о чем вот смотрите были у нас два пленных которые стоили по меркам Алиева 10-20 тысяч армян я имею ввиду тех террористов которые шуровали в Арвачарском районе и значит зарезали мальчика 15-летнего еще и отстреливались там убили военнослужащего ранили женщину и так далее вот чтобы их взять у нас он бы отдал и Гадрудский район в придачу и всех значит военнопленных вернул я уж не говорю о заложниках потому что он говорил мамой каленуть что я их верну наши их тут же вернули понимаете в итоге у нас там есть полторы сотни пленных возможно больше непонятное число заложников а почему наши вернули то получилось как всегда или они посчитали что они есть мамы Алиева получилось как всегда хотели как лучше я боюсь что вот что-то такое с селами значит села отдадут а вот ту территорию которую турки занимают у Армянской Республики если вы посмотрите на Таушскую область значит приграничье да те села которые мы в свое время освободили или заняли как хотите значит они по километражу меньше чем та земля которая значит недалеко от села Азербайджана населенного Мазамлы идет значит в сторону обходя село Гуща Айрюм в сторону Парахлы там где-то около 700 гектаров может больше ну так на глаз скорее всего эту землю наши не вспомнили что нужно потребовать если мы что-то здесь отдаем плюс Арцвашинский участок который в разы больше одно это село со своими землями чем все эти азербайджанские села скорее всего и Арцвашини вспомнят после того как отдадут понимаете я вот этого боюсь что будет как всегда по Черноможену вот вы знаете вот я слушаю вас слушаю вот многих других которые тоже далеко не последние люди да в Армении и у меня складывается ощущение что Армения сейчас находится под каким-то диктатором который решает все или как вот было в 90-х да положенец вот он как решит так все и будет почему мы довели себя до такого что у нас сейчас сидит человек которого сам же народ получается привел к власти и он решает за весь народ что должно быть дальше я очень давно не вхожу в политические процессы и все это наблюдаю как бы сверху да я так считаю себя над политикой не вне политики а над ну как бы детские игры там какие-то идут а я так человек возрасте кофе пюс балкона смотрю как они друг друга матюкают так если честно во всем вот этом политическом процессе мы сами и виноваты да сами виноваты не потому что сейчас кто-то решает за нас нет он был делегирован решать за нас понимаете он был делегирован нами я вас уверяю очень большой процент населения Армении да и спюрка тоже считают что ничего страшного нет что раньше турки значит не видели вот напрямую аэропорт Сесианский не видели город Горис а теперь видят вот там ничего страшного нет ну видят как видят понимаете я думаю что мы достойны того что сейчас с нами происходит нам всего-то надо было дня три переждать а потом думать о том чтобы подписывать ничего ведь страшного не произошло без тяжелого вооружения пара сотен турок пришло в капкан это был капкан без снабжения без снабжения ну питание ладно там город небольшой но хватало на эти на там три сотни человек да им бы хватило на жратку а боеприпасы три дня всего нужно было потерпеть через два дня пошел туман земля земля пропиталась влагой уже затруднения пошли передвижения а еще через день пошли дожди мы все мечтали чтобы быстро был мир и наш премьер-министр не просто слова говорит что я спас 25 тысяч жизней он где-то прав так думала Армения что нужно быстро остановить войну это что за кровопролитие вот это миролюбивость граничащая с подлой трусостью у нас у огромного количества населения у огромного количества понимаете мы достойны того что с нами сейчас происходит вот этот процесс чтобы поменять он весь не политический процесс он внутренний он уже на ментальном уровне человеку говоришь что тебе нужно научиться стрелять я стрелять умею а где твое оружие да нет оружия ну ты на границе живешь а государство не дало а ты почему не думаешь о своих детях государство скажем в силу своей недальновидности или подлости или бедности не имеет возможности тебе отдать оружие ты почему о своих детях не думаешь да говорит зачем мне вон солдаты есть а солдатам свойственно погибать солдатам свойственно убегать разные свойства у солдат охранять свою семью почему ты сам лично не собираешься в конце концов как солдат это юдуша в конце концов молодой парень он может испугаться естественно да нет мы сами всего этого как бы заслужили еще вот такой вопрос есть вот в вашем вопросе как бы наводящим я должен был сказать да он нехороший человек он так и сяк сейчас наш премьер-министр да он нехороший а кто-то придет лучше а я знал ответ на этот вопрос я поэтому даже и не задавал потому что ну я даже не знаю понимаете даже если не хочется поместь Наполеона с Бисмарком если сейчас придет да 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 мы мы те же люди ничего у него не получится нам нужно человека менять нам нужно менять его отношение к жизни к своей жизни его семьи нам нужно менять отношение вот это к родине это отношение к родине которая сейчас у нас процветает не знаю это столовый патриотизм за столом они там не знаю душу разорвут все они данко сердце выдернут огнем будут освещать народ господин Вартан вот знаете я заметил одну такую вещь я читаю новости и российские и армянские и азербайджанские и одну такую вещь заметил где где сталкиваются интересы и армянского руководства и азербайджанского и те и другие почему-то благодарят Россию причем казалось бы есть какие-то моменты за что с Россией надо бы даже спросить не и благодарить а спросить и то все равно благодарят Россию то есть Пашинян полетел в Москву поблагодарил за что-то Путин и вернулся назад то же самое сделал Алиев и его вот недавно министр полетел прилетел поблагодарил вот как вы думаете может быть что-то там есть такое чего мы не знаем за что они благодарят Россию не знаю может синдром холопа не знаю все-таки метрополя ну там пару сотен лет были частью этой страны скорее всего что-то такое слава богу что не убил тоже нужно поблагодарить возможно сейчас сложилась такая ситуация вообще-то что нам очень нужна сейчас Россия нам очень нужна Россия не для того чтобы при Каспийце нас не уничтожили нам она очень нужна чтобы восстановить свои силы этот не знаю даже как назвать это болезнь не болезнь пандемия это она полному краху привела значит хозяйственную жизнь не только наверное у нас но и на планете у 50% стран а может и больше и вот нам просто нечем восстанавливать но я не вижу эти ресурсы может у государства какой-то скрытый стабилизационный фонд миллиардов на 50 да долларов может быть я не знаю но я не вижу вот как мы будем восстанавливать то что про кое-что сделали проферили так и скажем да да и вот Россия нам в этом вопросе она но остро необходим но и мы ей как ни странно тоже остро необходим потому что она в силу своей недальновидности или высокомерия или обидчивости не увидела в этом значит мальчики который ну так артачился буянил да не увидела в нем Армении а он олицетворял Армению и позволила чтобы она наказывала мальчика и позволила чтобы растерзали если не полностью то так чуть-чуть потрепали Армению а без Армении в этом регионе Россия так легко не отделается как в Сирии это тебе не Сирия от границ там бог знает сколько в Грузию пришлось целую армию вводить чтобы хоть какой-то кусочек земли на Южном Кавказе иметь там под своим контролем здесь тоже придется вводить бог знает сколько население там 50 тысяч по-моему в Южной Осетии было правильно 50 тысяч и квадратных метров наверное меньше чем в Арцахе туда пришлось армию вводить а сюда что вводить придется 5 армий или 28 армий вот мы очень в них нуждаемся но и они нас очень нуждаются они до сих пор еще как бы наказывают что ли этого парня не понимая что если его окончательно наказать Армения может закончиться с их помощью и им придется здесь выкладываться по полной если с нашей помощью так как мы здесь есть и нам только подкинув вооружение они как бы отделаются легким испугом в случае большого кильдыма да то без нашего здесь присутствия или без существования Армении им очень долго придется отжиматься прыгать джамп очень много физических упражнений придется делать на Южном Кавказе очень много так что пусть думают у них головы большие в Кремле сидящие пусть думают скажите вот я бы хотел заметить одну такую вещь вы говорили когда про пилитаризацию но ваш отряд состоящий вполне даже молодых ребят вот которых я видел там были разновозрастные но было немало и таких довольно-таки юных еще лет по 18-19 они уже у вас милитаризованы да то есть вы делали это раньше готовитесь вот я много слышал о ВОМА познакомился с вашими вот архаровцами буквально когда там месяц по-моему назад когда я был на их учениях вот могли бы вы рассказать о вашем отряде кто еще не знает о них чем ребята занимаются и если есть такая-то для кого-то возможность как вступить в этот отряд если все назвать своими именами мы не отряд а мы военно значит патриотическое военно-спортивное военно-техническое общество что-то аналог ДОСАФа добровольцев мне тоже сейчас голову пришел задействие армии авиации флоту вот мы что-то в этом роде во время войны были вынуждены значит рекрутировать добровольцев и с добровольцами вступить в армию мы были отдельной частью войска часть 99 223 командиром который являлся я значит мы выдвинулись на передовую вот мы были войской частью если бы в нас не нуждались мы всего лишь были бы кузницей кадров для армии как и были до того до активизации боевых действий а вступить в нашу организацию достаточно сложно но пройти курс у нас очень легко для этого нужно быть или гражданином Армении вне зависимости от национальности или иметь вид на жительство например у нас тренировался датчанин чистокровный такой викинг у нас тренировалась украинка которая вышла замуж в Армении сейчас туристическим бизнесом занимается у нас были из-за рубежа значит обязательно соотечественник должен быть наш из-за рубежа из-за рубежа то есть он должен быть армянином хотя бы наполовину и у нас очень много при этом должен быть гражданином Армении нет не гражданин Армении из-за рубежа он обязательно должен иметь армянскую кровь ну ладно хотя бы 25% как один из наших ребят не могу назвать к сожалению ни страны ни имени который из-за рубежа приехал со своими 25% армянской крови я его представил значит к одной из самых высоких наград Арцаха у него значит боевой крест 10 дней 10-12 дней на лагерные сборы и он уже кандидат вступления в нашу организацию два раза из-за рубежа приезжает на сборы получает символический перстень ВОВа ВОМа значит это там надпись больше никогда то есть это мы больше никогда не позволим чтобы был геноцид ну и естественно христианство куда оно денется в перстне там буква Э Э УТЁ это сущность Бога ну что-то такое а возраст возраст от 16 до 99 100 лет уже не берем а сколько лет старшему самому 74 года сколько 74 года значит был такой анекдот мы в Карвачаре значит проводили занятия на второй день и подъехал микроавтобус вышел такой дедушка крепкий такой с внуками внуки тоже как и он метр восемьдесят чуть поболее и попрощались с внуком нас попросили очень не мучить деда и поехали кайфовать а он остался с нами тренироваться был такой у нас очень интересный дедушка у нас есть инструктор которому вот только 17 исполнилось он воспользовался блатом у нас в лагерь если едешь значит взрослый человек ты имеешь право взять с собой или брата или значит сына которому чуть больше 14 то есть на 2 года как бы планка снижается но часть ответственности именно ответственность за его юридическую недееспособность ложится на старшего родственника так сказать и вот у нас есть хамик который амуль с отцом приезжал очень много раз он стал сейчас он у нас инструктор по физико-тактической подготовке проводит занятия по горной подготовке по медицинской по огневой в общем много вариантов стать членом ВОМа хотя это достаточно сложно особенно для диванных комментаторов особенно для тех кто все знает особенно для тех кто был мобилизован в армию ему повезло и граната рядом не разорвалась вот для них очень сложно стать членом ВОМа скажите вот еще такой вопрос я не прошу у вас называть имя вот скоро в Армении предстоят выборы и вот лично у вас уже имеются свои какие-то предпочтения иначе говоря есть за кого бы вы уверенно отдали бы свой голос значит есть такая организация называется ХАКАКАН ХАСАРАКАКАН АКУМП АМАКАРК вот АМАКАРК это как бы общественно-политический клуб АМАКАРК и вот я там как бы работал над военным блоком да и вот политические силы которые свою программу ведут а уже три силы объявили что три партии то есть две партии один Дашинг союз что объявили что эта программа их очень заинтересовала и они возьмут себе на вооружение да хоть все возьмут я всех буду любить если три взяли значит я эти три буду любить но я ни за кого голосовать к сожалению не буду по одной такой причине может мальчишеской в свое время сказал что не буду больше в выборах участвовать с 2008 года и не участвую я в выборах ни под каким видом с тех пор да с тех пор ну хорошо и тогда последний уже такой вопрос провокационный будет хотя я уже в принципе знаю что вы ответите нужно ли Армении членство УДКБ УДКБ это наш ответ Чемберлену так сказать да это российское такое маленькое НАТО пушистая красивая от нее пользы как от кота молока ну любой союз что мешает какой-то между собой могут иногда собираться не только дипломаты но и военные посидеть попить пострелять с танков там не знаю с парашютиков попрыгать там при помощи парашютиков с самолетом как для общей такой тусовки в принципе да да такое между собой да я не считаю что это серьезная организация лично в дипломатической войне так сказать да я вижу пользу только если брать УДКБ именно военный союз с Россией к сожалению наши союзные отношения очень часто дают трещину то по нашей глупости по глупости Кремля в общем трещины бывают к сожалению очень часто совершенно необоснованные но союз с Россией он понятен союз СОДКБ где страны даже дело не в том они там тюркские славянские где страны которые за деньги все что угодно продадут в том числе и ближайших родственников и продают особенно как бы известно кому да как что за союз мало понятно это все равно что палестинцам будет беспилотники продавать скажем Франция или Америка Монсенс это не союз это даже это даже не смешно хорошо спасибо большое я услышал вас было довольно таки занимательно потому что я давно хотел с вами поговорить но к сожалению время неумолимо вот сколько было время настолько мы его и потратили спасибо и надеюсь на то что еще в будущем когда-нибудь мы встретимся я поговорим уже на какие-то более наверное положительные вещи нежели вот сейчас ну если позволите я так маленькую ремарку да по репту наша организация при помощи лучших наших учителей растет я имею ввиду соседи из там с юга и с северо востока мы растем и пусть наши соотечественники знают да и они будут знать я если раньше я вообще не думал о филиалах сейчас у нас в данный момент уже 7 филиалов а скоро будет 20 30 50 мы растем дай бог более выживаем мы и это пусть знают и наши и те которые и не совсем наши дай бог спасибо еще раз до свидания